добрый день миром позднее мне вопросов несколько вопросов появилась у нас все записывается выставляется в интернет не против говорит пожалуйста значит окрещение у меня такой вопрос об этом марцинковском я читал его статьи разные познакомился с его деятельности вот значит я начал ходить православный храм ездить уже где-то было 6 теперь вопрос такой я вам говорил наверное что я 10 лет тому назад я крестился есть в израиле в мессианской протестантской общине с полным погружением вот считаю что у меня было возрождение возрождение свыше потому что жизнь-то моя кардинально изменилась говорить о себе что я не был возрожден свыше я не могу такое сказать вот теперь православной церкви я не могу причащаться понимаете потому что они мне говорят что как бы ты православие не был крещен то мы тебя не можем допускать до причастия но я объяснил свою ситуацию что я крестился у меня правда было как у меня было у меня было полное погружение на правда было единократно это как и у баптистов во имя отца и сына и духа святого да но было единократное погружение то есть троекратного не было принципе то но протестантов не практикуется в основном троекратного погружения как бы говоря да во имя отца и сына и духа святого но без троекратного вот я был в принципе то в двух храмах вот в один храм значит я пришел там священника иерусалимской патриархии значит тема по телефону звоню говорю ему говорю вы крестите ему просто хотел узнать и он давай разговаривать со мной вроде как бы как бы как будто представился как такой как бы что он как бы так ревностен по чтобы по нему храм больше людей приходили но здесь местных местные русскоязычные чтобы храм приходили чтобы обращались православие но потом он не говорит если ты хочешь креститься 200 долларов на вот но я конечно отказался я город где писание такое написано что за деньги за еще за так дорого вот и и все он что-то начал нервничать а где говорит где говорит это а как говорит здесь местным священником израиля же 10 всего город семь процентов христиан от силы ну как бы мол эти деньги как бы на на это самое если все типа бесплатно делать то денег не будет этот вопрос надо по-другому наверное решать как бы вопросы денег финансов в церкви истина для этого есть вот и пожертвования постоянные когда конечно 10 никто не дает и не жертву это понятно ничего не будет вот надо сокращение деньги в роде других треб церковных но вот и я как бы вот а потом я значит пошел начал посещать храм московской патриартии русской духовной миссии вот здесь я вот есть такой город это и опел то что в сегодняшний день этот город сохранился вот и современно тель-авив и яв это вот древние йопе то есть вот это вот есть храмы русской духовной миссии я тоже там со священником поговорил вот ну пока что и так с ним как бы ну вроде по крайней мере он готов меня самое главное как бы крестить и если надо полным погружением то что ему сказал что я не готов на обливание он вроде начал мне что в церкви и обливание приемлемо что как бы и это ну вроде как бы но я ему сказал что я не готов как бы с обливанием не это не надо то есть только полное погружение мне как бы купили в церкви нет и вроде начал мне говорить, что у нас тут ничего нету в кране. И я ему сказал, что я бесплатный, я не готов за деньги, потому что у них как бы на сайте тоже как бы вроде платно 100 долларов они берут, если формально у них крестится все, формально все делать, 100 долларов надо. Ну, он как бы мне говорит, ну, потому что я ему сказал, что все, а что? Ему деваться как бы некуда уже. По-другому я никак не буду. Я ему говорю, а как же, говорю, я ему за этого священника юросоримского патриарха, так говорю. Говорю, а как же, говорю, меня совершенно бесплатно крестили у протестантов, а вы, говорю, а вы где в православии деньги берете? Ну, он ничего мне не ответил на это. И вопрос, надо ли мне креститься, как вы считаете, вот баптисты, которые с вами общаются, им надо, вот если они в православие хотят обратиться, да, в православную веру, вернуться к древней церкви, то есть надо ли им креститься заново? Ну, как бы, как креститься заново? Проходить крещение в православии? Хорошо. Все, да и одного баптиста, 50-ники, кто бы они ни были, не церковные, все крестятся в полное погружение в православие и бесплатно. Вот два условия соблюди. Первое условие, чтобы знал об Иисусе Христе, уверовал, принял Его своим спасителем, у вас это есть. Первое есть. А второе, вам просто необходимо поискать и найти. Если вы были где-то недалеко, вопрос решается. Нынче, 10 июля, у нас будет крещение. И сколько у нас приезжает тут протестантов, даже иеромонахи приезжают, православные, московская патриархия, они крестятся, уезжают и дальше продолжается жизнь. По-другому никак нельзя. Крещения не было, было ману. А протестанты, они не имели права крестить, они не церковь. А раз не церковь, у него благодати на это нет, он самозванец, весь сказ. Верит он, не верит он, от него это не зависит. В церкви должно быть по херотонии дойти до апостольского времена, от апостольских. Если этого нет, еще и нет. Теперь, деньги не платите. Вы заранее ему скажите. Это симония. Вы как-то неопределенно так говорите, как мемли какая-то. Вы четко и ясно. Напишите и покажите. Возьмите наш материал, выпишите к истинным православиям. Вот места, которые говорят в Писании. Я прошу покрестить меня. И все. То есть приходи. Ну я-то говорил за симонию. Я говорил за... Женя, дальше. А сам для себя положи. Десятину не платил, заплатил там 100 долларов или 1000, не имеет значения. Сколько у тебя будет возможно? Десятина должна быть заплачена. И ты придешь после этого священнику отдашь. За крещение я не могу платить. Это делает таинство недействительным. А деньги, скажи, сколько есть. Я десятиной вам заплачу потом. Но к крещению никакого отношения это не имеет. И все. Вы можете даже сказать ему. Действительно, ему на что-то надо жить. Он работает, трудящийся за своим пропитанием. Вы ему объясните это. Четко, ясно. Говори, как имеющий власть над самим собою. А вы сразу только подошли, уже подстраиваетесь под него. Я вот не могу, да меня там крестили. Четко и ясно. Я пришел в православную церковь. Испытайте меня и крестите. Денег давать не буду. Чтобы он сразу понял, что перед ним стоит человек сознательный, великовозрастный муж. И с ним нужно разговаривать серьезно. А он я не буду. Я вынужден буду обратиться к патриарху, чтобы меня патриарх крестил. И рассказать, что везде требуют деньги. Это симония. Симон Волх требовал. И все. Я узнал, сколько сто. Ну, два-три месяца у меня пройдет. Я приду. Я заплачу, потому что вас надо поддержать. У вас семья, может быть. Это так. Но я ни копейки не могу дать за крещение. Оно его делает недействительным. И все на этом. Он еще не понимает разве. Ну, не совсем же бестолковый-то. Я скажу, больше дам. 120 долларов. Но только как десятину. То, что Бог повелел отдать. Святой Бог, святую десятину от святого человека. Далее. Зайди у нас на нашем сайте. Окрещение-то все, прочитай. На форуме. Я вам о крещении скину данные-то. И все прочитаю, можешь отпечатать. Если он по-русски понимает, разговора нет. Ну, и вопрос решен. Еще что? Ну, они все там, в принципе, и в московской патриархии, и у него, в Иерусалимском, они, в принципе, все обливанием тоже христики. Никак. Только в полное троекратное погружение. Что было над вами совершено миропомазание. Миропомазание обязательно. Миропомазание, это заменило возложение рук сошествия Духа Святого. Они, сейчас, мы только сейчас кончили смотреть, мне прислали, в греческой церкви идет. Девчоночка маленькая, и стоит по колено воды. Это наши учителя. А там народ полураздетый. Мужчины в галстуках там, совершенно, как на улице. Ну, красиво, интересно. Волосы подстригает там. То, что в Библии ни слова не сказано, делает. А что прямо сказано, от войны Духа не делает. А то кто делает-то? Кто так все наоборот, и выворачивает-то все? Ясное дело, что раз богатые пришли, там и деньги платят. Крещения не было. Маслом ее обмазал с ног до головы. Девочка раздетая целиком. Это хорошо. Но погружения нет, он рукой что-то пытается сделать. Кощунство, по-другому не назовешь. Снимают. Видно, огромная аппаратура такая. Это вот такие вот, ну, которые снимают там это, в виде аппаратура. Все одеты, так, видно, охрана, похоже, стоит там, ну, богатые снимают. Надевает лямочки, девочку маленькую, уже так, полураздетая. Я был когда в Греции, в Афинах, в 13-м году. И меня они спросили, это в 14-м году было. Ну и как вы тут были? Да никак, безбожники одни. Разве я еще боюсь себя так вести в храме? А разговаривает, стоят священники, что-то тянет, говорит, он с одним глазом, священник, видимо, глаз у него больной. А так дело-то не относится, просто найти можно, в каком храме. Ну и учителя наши от Греции получили, тянет, поет, а народ в это время разговаривает. Перед ним микрофон, снимают. Тут бы только сказать слово-то, ничего нету. Ну, пойдут сейчас там поздравлять, там, и, конечно, обед будет хороший. Видно, что в достатке живут. А Греция, она вообще нищая страна. У них ничего нет, они как цыгане, поберушки. Уже закон приняли о однополых браков. Пожалуйста. Тут где-то ролик, выставили, говорит, как относятся на Востоке к этим. Они двое ребят договорились, давай, ты снимай меня, а я буду подходить и предлагать парням, он молодой парень, ну, предлагать заняться грехом-то. Все его за грудки берут и пошел, свалили. Ни одного нету, чтобы он с ним пошел. Только рассеяли, чтобы показывать. Пожалуйста, пошли. А один ему говорит, ну, пойдем, говорит, Греция, пойдем в сторону, отойдем, чтобы не видно было. Видно, что он ему, говорит, наложит в загашник. Вот и все. Они там попытались это сделать, их два милиции едва увезла. Показывает, как там священники там бежали, этих гомосексуалистов, садомитов зажали, они не знали, куда деваться. Все. Почему они в Судане, в Тунисе этого не делают, у ИГИЛа не делают? Потому что одного нашли, показывает, там какой, 15 этаж или какой, бросает вниз, он летит и все кончилось. Нет, это мы сами распустили, дальше некуда. Учитель в класс заходит, а ученик сидит за столом, за учительским, и ноги на столе. Ну и на учителя, так что-то сказал, учитель как дал ему, говорит, полетел по партам. Так что вопрос решен, второй вопрос. А Мартинковском хотелось. Ну, Владимир Филимона, считаю, глубоко верующий человек, профессор. Он был единственным. Ну, понимаете... Да, я сейчас закончу. Ну, говори, ладно, говори. Я знакомился с его деятельностью, значит, получается, как бы он начал свой путь в православие, но потом он вышел с православия. То есть он или баптистом потом стал, или я не знаю кем он, ну, как бы, ну, как он представляется, как бы в своих, там, вот, трудах, то, что он пишет, как евангельский верующий. И там даже баптистом-то себе не пишет. И, значит, он, что мне заинтересовало, он-то в Израиле умер, он прожил очень много лет в Израиле. И вел тут вполне активную, активную евангельскую жизнь. Был, стал старейшиной тут еврейско-арабской общины. Он, видимо, владел языками, поэтому вполне мог это сделать. Вот. И... Ну, я так почитал, и подумал, если куда я, как бы, рвусь в православие, человек до меня, как бы, опыт у него был. Он начал путь с православия, но потом он вышел из него, как бы. Вышел из него, и он... Ну, в принципе, чего он вышел, я так понял, потому что у него был конфликт. Он отказался от где-то крещения. То есть он... Есть даже такая статья о крещении взрослых и православии, где он поясняет, что даже святые отцы, все, Иоанн Златоуст, все, все отцы, они были крещены взрослыми и ссылается на то, что ихни родители всех были христианами, и они крестились только взрослыми. Вот. И он ссылается на это все, что нужно креститься только. Вот. Ну, и он не вернулся, в итоге он не вернулся обратно в православие, то есть здесь он и в Израиле. Он... Я не знаю, что это за община у него здесь была, конечно, если бы он был живой, я бы, конечно, поехал к нему, бы так пообщаться, познакомиться, но он, конечно, в 71-м году уже умер. И я просто зато говорю, что, а куда я-то, если человек, вот для меня был опыт, как говорится, и вот я читал его, где он пишет, что как православие, а мир тело, что одна мертвость в православии, что нету жизни никакой, вот, что в православии нуждается возрождение. Вот. Куда-то я рвусь, куда... Понимаете, я-то у меня 10 лет уже, и я вообще, у меня другой опыт был, я, видите, в протестантских кругах был. Если бы я, как говорится, видите, бы от начала путь в православие начал, мне бы, может быть, и легче было, а я-то, понимаете, как бы пытаюсь, как бы куда-то втиснуться, как бы какое-то, знаете, инородное тело, как бы. Ну, как я вчера, когда вы общались, я вам задал вопрос насчет вот, ну, вот, о панихиде, да, вот, то, что я не понимал, что-то, и другие вопросы. Вот, и поэтому, и так Марцинковск, вот так ознакомился с ним, вот, не знаю, вот, как вот, как вот вы смотрите на его деятельность, как вот? Ну, смотреть на его деятельность только с той стороны, что вот он был, а перешел из православия куда-то, и на это, это брать за образец, это никак нельзя, потому что были в православии, перешли в ересь, иеретикарий, он был очень представительный, импозантно выглядел, стал еретиком отрицать божество Иисуса Христа, ну, что мы-то, за арием пойдем, дальше, патриарх истории, очень известный, патриарх православный, уклонился в ересь, еретиком, архимандриты, птихи, то есть, на это никак нельзя смотреть, в ересь может уклониться любой, даже сделаться предателем может, даже апостол один сделался таким, это не ответ, конкретно о нем, вот, это был христианин настоящий, уверовавший, но он в православии, говорится, дореволюционный, начало революции, он не нашел то, что читал Евангелие, он не нашел этого, то есть, он видел, он знал, к этому стремился, но дальше, он был теоретик, профессор, он не практик был, как бы он был практик, он бы работал, работал с людьми, говорил, сколько обращенных у нас сейчас есть, вот, какая бы ученость его ни была, он не может быть выше апостолов, никак, апостолы говорят о церкви, а там, куда он пошел, церкви нет, и видимо, это побудило его в конце вернуться обратно, у него есть интересные выражения, вот, его, вот у меня трехтомник вышел, толкование Нового Завета, и там, достоверно ли Евангелие, его статья, я ее поместил, даже в трехтомник, так высоко это ценю, на основании раскопок, данных, прекрасно просто, но это не означает, ты не должен принадлежать церкви, это как раз одобряется церковью, у него там есть стихотворение хорошее, песнопение, жаждет правды, народ избавления ждет, в темноте и грехе погибает, поется на мотив, есть на Волге утес, то есть, очень хорошее, вот, он всегда передавал передачи, гора кормил, Галилея, это у него позывной такой был, так что он мне немного знаком, поэтому вы находитесь в церкви, православной, и здесь начинаете работать, трудиться, все доброе брать надо везде, не так, что нам Бог открыл, а другим не открыл, я абсолютно с этим не согласен, я беру везде полезное, это пример Антония Великого, он как пчела перелетал со светка на светок, поэтому я многое нахожу полезного, от евреев, от мусульман, ну то есть, с кем бы я ни встретился, я все равно где-то что-то могу взять, вот воспитание в Японии, я в лагерь себе внес, в Англии я узнал, как общежитие, ввел в лагерь, то есть, что бы ни нашел, и поэтому такое получается необычное, здравое, но церковное, символа веры, неукоснительно держись, ни шага в сторону, он был единственным проповедником при Ленине, которому разрешено было в университетах говорить о Боге, он ездил не один, а с одним пианистом, он же интересно рассказывает, как однажды он говорил, один студент вышел, и стал калабродить-то, он говорит, что же я ему буду отвечать, Господи, помоги, и вдруг студент свихнулся, постоял, махнул рукой, пошел со сцены, ничего не надо было отвечать, и когда он был в тюрьме, он там образовал курсы, а там были разные, по земледелию, по юриспруденции, но постепенно все к нему перешли, он из камеры в камеру ходил, он замечательный был человек, но понятие о церкви было у него никудышное, вне церкви нет спасения, вне церкви, а церковь там, где рукоположение, был бы он католик, я бы слова не сказал, Григориан Армян был, коптесирийцы, я бы ни слова не сказал, но он был вне церкви, а тогда было Прохановский, евангельский назывались, видимо, он им принадлежал, не баптистам, а там вообще отрицали крещение, вообще, как сказать, баптисты признавали первое время детское крещение, а что учителя святые были крещены в таком возрасте, это еще и не говорит о том, чтобы все было правильно, они были крещены правильно, но мы должны найти то, что предшествовало этому, апостол Павел Колоссянам говорит, вы обрезаны, вы, христиане, обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, бывшей крещеной, то есть ветхозаветнее обрезание прообразовало новозаветнее крещение, прообразовало, это предшествовало, как эти ягненок указывал на Христа, то есть все имело какого-то своего претечи, ветхий завет был нянькой, тенью будущих благ, тенью, а как крестили? Восьмидневный возраст, а как заключение в завет, вхождение в число сынов Израилевых, а дух он не понимал, и сегодня не понимает, крестился он и весь дом, везде Степан, стражник, который начальник тюрьмы, крестился весь дом его, дом там Корнилия, весь дом, крестила Лидия, то есть все весь дом, они бездетные были, сомнительно, что все сто процентов в Израиле были бездетные, очень сомнительно, и мы это знаем, что в Израиле не одобрялись аборты, и поэтому весь дом, притом, если бы один раз было сказано, когда мы смотрим весь дом в Ветхом Завете, наказан весь дом Ахава был, значит весь дом под метелку, и маленьких, и больших всех под нож пускали, Ахана дом весь туда, поэтому это было всегда, все, все, которые были, так что ответ простой, да, об этом говорит Дмитрий Смирнов, что если родители не верующие, ребенка крестить не надо, крестить только там, где по-настоящему верующие, которые будут его воспитывать, а почему? Церковь это ковщег, это в первом послании Петра, 3 глава 21 стих, говорит, это ковщег, корабль, а если наводнение будет, ты ребенка возьмешь с собой в корабль, я как-то у баптистов выступал, ну и тоже говорил, она ребенка держит, я говорю, вот сейчас, если коснулось бы, Господь вам явился и сказал бы, так и так, что будет наказание, ребенок умрет, вы бы поверили? Ну да, а он не в корабле, он не спасет, да я его сегодня крещу, она встала, я его сегодня же крещу, и весь сказ, тебя коснулось, относительно отпевания, это обряд всего лишь, это не таинство, ничего, верующий в Сына Божия, иметь жизнь вечную, не верующий, не увидит жизни, все, верующий, значит, и соблюдающий заповеди, принявший крещение, вот вам ответ про Марсенковского, я Сергея Журавлева слушал, как он вообще говорит, ну вы знаете, он говорит, что он у себя там, вот в его реформаторской православной церкви, устранил этот обряд, он говорит, мы молимся только за живых, то есть он вообще полностью отстранил, это его дело, он еретик, он архиеретик, его клоуном все зовут, он был в Костромской епархии священником, еретики на него там руки положили, он стал епископ, архиепископ, и все перед евреем заискивает, шляпу наденет, и неприятный человек, но говорить есть вещи, которые полезны, вот вы сказали, мы только так за, у нас молятся только за верующих, которых мы знаем, в церкви панихиды у нас никогда не справляется по неверующим, так что мы тут против ничего сказать не можем, верующим, почему, потому что помяни раба твоего, а какой он раб, когда ничего нет, так что вопрос решается очень просто, ты христианин, вопросов нет, нигде ни за что деньги не платить, десятину отдай. Что-то еще и интересное, когда вот я с этим священником разговаривал, с Иерусалимской патриархией, значит, он мне говорит, если бы, говорит, ты был лютеранином бы, или с англиканской церкви, то есть, с традиционной протестантистской церкви, которая вот самая первая была церковь, эти лютеране, англикане, потом там, кальвинисты и так далее, он говорит, я бы тебя бы не крестил, только мир бы помазал бы тебя, а так как, говорит, ты уверовал, говорит, в харизматической общине, то я, говорит, тебя вынужден крестить, если ты придешь ко мне, вот, ну, что, разве они имеют какое-то апостольское приемство? Никакого. А вот англиканская церковь, тут под сомнением, они доказывают, что у них иератония идет от апостола, кто там в Армфоломее или кто был. И перед революцией стоял вопрос об объединении с ними, православие. Так что, она приезжала к нам, одна из англиканской церкви была, но они доказывают, у меня нет основания противоречить, но у них сейчас будто бы женская уже, там пошло священство, поэтому это академически неприемлемо. Никак. Никак. А про других и говорит, а кто такой лютер? Да иеретик, самый настоящий, стопроцентный иеретик. А он был епископ, ни одного дня на епископа мне был, от Алгут. Он был монах, может, потом и где-то священником стал, это трудно теперь сказать-то. Он не мог никого руку положить. И что он сделал? Для народа сделал он очень хороший, перевел на родной немецкий язык. Он большое дело сделал. А дальше был монах, сам себя размонашил, ты обещание-то Богу давал, взял монашку, женился, шесть ребятишек нажил. А это кто это? Он Бога-отступник. Ты Богу посвятил себя, умри, но с места не сдвигайся. Бог на небе, а ты на земле. Смотри, чтобы он не разрушил твое дело. Так говорит Святая Библия. Дал слово, значит, вопросов нет. Я против монашеских обетов. Монастыри нужны. Готовить проповедников и по всему миру посылать. И докармливать, которые старые, которые одинокие. Я за монашество все время, но не в том виде, которое есть. Вот высосали соки из народа, и за стенами монастыря умерли, не давая потомства. И народ вокруг неверующий, вообще неверующий. Вот сегодня мы это видим, какие понародились они. И мусульманство возникло, проповеди не было, и все остальное. Фашизм и коммунизм. Надо до конца договаривать. Конечно, я вам посоветовал бы, если только совет этот принт, креститься в Московской Патриархии. Тут русские люди, вы будете ходить, но поговорите со священником. Вот видите, какой устав идет. В Московской Патриархии, чтобы мне креститься, мне нужно разрешение или благословение Иерусалимского Патриархата, потому что это их каноническая территория. Ну, пускай, возьмите. То есть мне, вот даже есть, вот на сайт заходишь, когда русская духовная миссия в Иерусалиме, если можно, да, креститься в Московской Патриархии, здесь в Израиле, но надо, есть такой бланк, там в интернете, ты его заполняешь и отсылаешь Патриархию в Иерусалим. Ну, сделайте так. Что, а там от вас еще нет? И они должны прислать ответ, что да, что Патриарх благословляет. И тогда я вот беру вот этот вот документ, вот этот вот, и, значит, с ним я иду уже тогда. Ну, сделайте, от вас не будет это дело. Какой порядок есть в этой земле, его надо соблюдать. Да. Ну, а если откажет, какой, нет таких признаков, чтобы отказал. Ну, если откажет, на нем не закончилось все. Креститься можно, может быть, там греческое даже есть, православное. Хотя вот этот священник русскоязычный, Иерусалимский Патриархион, я с ним и говорил за полное погружение. Он говорит, ну да, он говорит, только если совсем правильно креститься, то только полным погружением. Я как бы тебя могу крестить полным погружением. Ну, когда, вот видите, вопрос зашел за деньги, то тут у нас света была. Все, вопрос решен. Котше не говори больше. Никому и не говори, что он просил-то. Они так понимают, что они делают это неправильно. Вот такой путь. Безболезненный, правильный, божественный. Обратись к Патриарху, разрешение получили, и найди, пойди, где, ты сначала посмотри, какой сосуд там будет. Или где-то на реку пойди, на Иордань, там, куда угодно можно пойти. На море, на Вафоне, там крестят прям сразу в море. Мы знаем, где, князь Владимирович. Море-то, конечно, ближе тут. А крестят на Иорданию, в основном-то есть. Ну, найди, чтобы там полное погружение было, чтобы у вас вода сверху была еще. Да, конечно, полный. Я был там, там и есть специальное место, но только для крещения. Там выдают белые халаты специальные крещальные. Да, да. Так, еще что за вопросы у вас? Какие? Ну, еще вопрос, вот, почему вот, вот смотрите, в протестантизме, да, когда вот, какая там практика идет? Значит, как вот у меня было. Когда меня крестили полным погружением, на меня старейшина община возложила руки на меня и помолился, чтобы я принял Духа Святого. Вот. Вы говорите, что в православии руки не возлагают, чтобы, чтобы, чтобы новообращенно принял Духа Святого. То есть, его только, его мимо... Можут миром. А если епископ, епископ может возложить руки. Епископ. Тут строго нет руковозложения. Да, и руковозложение на него вот как воин эсенецкий делал. Та у него мира не было. А потом, говорят, да я что, я же сам епископ-то забыл, говорит. Ползалжил руки тогда, чтобы сошел Дух Святой. А священник это не может сделать? Только епископ может. Может сделать. Почему не может-то? У него мира есть. Он может помолиться и руки положить. Почему же нельзя-то? Это любой может сделать. Вы поговорите с ним. Скажи, когда помажете меня миром, положите на меня еще и руки. Что вы благословите меня вашим иерейским благословением Все, я понял Да, еще что? Ну все, в принципе, все Богом Давай, не унывай, делай, как поговорили Правильно, немедленно, а то можно умереть Без крещения Богу слава С миром Божьей, Гнатий Спаси Христа Простой, простой он Просто не знаю, как простой Без крещения